Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует доктор медицинских наук, профессор, академик, ведущий специалист частной клиники восстановительной медицины на берегу Черного моря Краснодарского края Виктор Владимирович Тартаренко. Нас очень часто беспокоят вопросом, а как можно в домашних условиях помочь себе при шейном остеохондрозе, как можно себе в домашних условиях помочь при шейных прострелах, как можно себе в домашних условиях помочь при шейной утомляемости. И сегодня я вам покажу и расскажу об очень простом приеме, который не только лечит шейный остеохондроз, но и профилактирует его. В основе развития шейного остеохондроза в частности, шейных прострелов в частности, шейных утомлений в частности и развития остеохондроза в общем лежит трехфазность состояния мышечного тонуса. В первую очередь мы страдаем, абсолютно может быть зачастую незаметно для себя, от спазма мышц в том или ином отделе позвоночника. Медленно, но верно, а иногда и быстро, благодаря ангинам, благодаря зубным болям, благодаря стоматиту, благодаря гастриту, благодаря гастроду, благодаря нарушениям функции печени в желчном пузыре, мышечный спазм перерастает в состояние мышечного, нарушения мышечного тонуса. И вот в местах нарушения мышечного тонуса, у нас начинает формироваться, начинает формироваться фиброзная или дополнительная станительная ткань. И вот уже потом процессе, процессе некупирования этих состояний, и мы на самом деле приходим к тому, что в классической медицине называется дегенеративно-дистрофическими изменениями в области суставов, в области позвонков, позвоночника и непосредственно межпозвонкового диска. Для того, чтобы этих вещей избежать, даже уже при остеохондрозе, а это очень часто такое вызывающее раздражение очень сильно и дискомфорт, болевой синдром, я вам рекомендую вот такой прием. Очень простой прием, который своими корнями уходит в систему, уходит в систему традиционной японской борьбы с умом. Что мы с вами делаем? В случае, когда у вас появляются неприятные ощущения в области шеи, на протяжении всего шейного отдела позвоночника, или где-то в каких-то его моментах. Когда у вас нарушается система динамического разворота шеи, в область правого плечевого сустава, в область левого плечевого сустава, в область подъема на лево, в область подъема направо, когда у вас нарушается движение затылком, так называемая мышечная легитность, развивается поворота головы в сторону спины, вот мы вспоминаем старое упражнение сумо, из сумо, вот сумоисты всегда у себя имели вот такую палку в руках, вот такую палку в руках, и что они делали, они на эту палку ставили свой подбородок, ставили свой подбородок и делали движение направленное навстречу друг другу, то есть поднимая палку вверх, они делали движение направленное для опускания головы вниз, вот таким вот образом, вдохнули, резко выдохнули и поехали, вот таким образом что у нас происходит, у нас происходит включение мышц, у нас происходит включение мышц, которые мы практически не пользуемся, а это коротенькие мышцы, коротенькие мышцы шеи, помимо длинных мышцей, это коротенькие мышцы шеи, которые как бы подвязывают, которые как бы подтягивают, а не как бы, они на самом деле подтягивают и подвязывают первые, второй и третьи позвонки, и вот когда, как только начинают формироваться проблемы в области вот именно вот этих коротких мышц, сама механика, сама кинематика, положение и состояние мышц шеи, она начинает приводить к тому, что у нас формируются спазмы. А если вы еще на ночь приняли чего-то крепенького, или попили кофейку, или допоздна задержались около телевизора, или заболтались с приятелями, а хуже всего почти чаяния, затянули свое рабочее время за компьютером, у вас происходит нагнетание, нагнетание именно продуктов печени, продуктов недокисления. И вот эти недокисленные продукты, недокисленные продукты, делая желчь абсолютно нетрудоспособной в части мышечной поддержки, приводит к тому, что вы просыпаетесь утром с прострелом или налево, или вперед, или направо. Или у вас обостряется шейный остеохондроз, который, в общем-то, вы знали о том, что он у вас есть, но до этого сильно боли вас не беспокоили. Целью профилактики такого состояния вы себе делаете каждое утро 10-15 секунд, вот это движение, а в случае болевой, в случае болевой компоненты, выраженной или слабо выраженной болевой компоненты, вы стараетесь делать это упражнение до 35-40 секунд, до 35-40 секунд, дважды, трижды в день, в любое время, в любое время, которое вас позволяет. Лучше всего эти упражнения, конечно, делать натощак, или после 3-4 часов, после приема пищи. А у вас это уже сырость, может быть и дождь, а может быть где-то и туман со снегом, поэтому резкое изменение к Альбании температуры может привести к тому, что у нас будет обострение остеохондроза, которое будет сопровождаться и прострелами, и головными болями, и нарушениями динамических разворотов в области шеи. Палка сумо, шея борца. Палка сумо, шея борца. Вдохнули, выдохнули и избавили себя от боли. С вами был профессор Картаренко. Будьте здоровы! Вдохнули. Субтитры сделал DimaTorzok